Порядка 50 студентов в составе команд из арктического гуманитарного и технического вузов борются за звание сильнейшего в спартакиаде по легкоатлетическому кроссу. Чем закончится вечное противостояние гуманитариев и технически подкованных студентов смотрите в нашем следующем сюжете. Денис Лихокраев легкой атлетикой занимается всего год. Перешел из секции по биатлону и хочет развиваться как спортсмен. Ставит перед собой задачи, но звезд с неба не хватает. Говорит, пока рано метить в олимпийские чемпионы. В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди студентов высших учебных заведений Денис занял первое место, хоть и признается, что это было непросто. В целом я доволен сегодняшним результатом. Надеюсь, что в будущем буду показывать еще более достойный результат. Выносливость для того, чтобы бегать на длинные дистанции, скорость и силы для коротких. Вот что в легкой атлетике ценится выше всего. Но Татьяна Кацан, тренер с 30-летним стажем, потенциал своих учеников оценивает иначе. В первую очередь должно быть сильное желание. В любом виде спорта, не только в легкой атлетике. Если сильное желание, человек может сделать даже то, чего изначально никто не увидит, никто не предполагает. В рамках 53-й спартакиады, следом за легкоатлетическим кроссом, 21 сентября пройдут соревнования по легкоатлетическому двоеборью, на которых студенты профессиональных образовательных учреждений поборются за звание лучшего.